Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет гранатовый браслет. Мне прям хочется сказать гранатовый браслет. Я хотела даже красный браслетик себе одеть, а потом подумала, что под эту кофту этот браслет совсем не будет сочетаться. Я подумала, да ладно. В общем, выглядит он вот так. Вот давайте вам покажу. Здесь вот такая вот дырочка. Ну это типа под браслет. И здесь видно все слои, как это красиво выглядит, а как вкусно. Это вообще космос. Начнем. Конечно, я весь салат съесть не смогу, но попробовать мы с вами должны. Тем более вы часто пишите, что хотите больше домашней еды. А я гранаты вообще обожаю. Это моя слабость. Вот так вот салат выглядит в разрезе. Выглядит очень аппетитно. Он у нас настоялся несколько часов. Сразу его кушать я не рекомендую. Именно когда он немножко настоится, он бывает особенно вкусный. Вот так вот. Очень вкусно. Сочетание продуктов идеальное. Еще здесь орешки, которые не очень, знаете, мелко прям порублены. И именно за счет этого вы прям чувствуете вкус этих орешков. О чем я сегодня с вами хотела поболтать? О насущных проблемах в Азербайджане. Мы живем в новостройке, и у нас нет купчей. Президент, приказ, наверное, подписал о том, чтобы все вот эти вот здания, где нет купч, чтобы им всем дали их. Нам тоже подготовили документы. И теперь с нас хотят 300 монат. Это не учитывая никакие налоги. Насколько я знаю, налог тоже есть, но они просто чисто на лапу и взятку хотят 300 монат. Если ты говоришь, что 300 монат ты им не отдашь, то они говорят, не видать тебе твои купчи, как твоих ушей. Я, честно, в таких вещах ужасный демагог. Я считаю, что если я плачу все налоги, учитывая даже свою блогерскую деятельность, почему кто-то должен ущемлять мои права? Вот это вот мне непонятно. Пока что нам в лоб, знаете, никто не говорил это, потому что никто не ходил за купчей. Потому что папы нету. Папа в России. А квартира оформлена на папу. Но впредь. Я папе тоже сказала. Я говорю, ты мой характер знаешь. Я пойду со скрытой камеры к нему туда. Это наш комендант. И скажу ему, дорогой, сколько я тебе должна? Он мне скажет, 300 монат. Я говорю, а почему, а что? Пусть он все это мне на камеру скажет. Иногда я сталкивалась с такой проблемой. И вы знаете, когда обращаешься в специальные органы у нас в Азербайджане, свою проблему вмиг решают. Но почему-то люди никогда никуда не обращаются. Я не хочу рассказывать, но была одна глобальная проблема. Я просто одним звонком на горячую линию решила проблему, наверное, сотни человек. Я просто позвонила на горячую линию борьбы за коррупцией. Борьбы с коррупцией. Так вот, если эта тема разрастется, я вообще планирую снять видео, где мы с моим комендантом беседуем. И он мне говорит про эти 300 монат. Причем, знаете, как около лифта приклеили такую бумажку, что приходите за купчей, и ручкой в скобках написали, что 300 монат не забудьте. То есть ручкой написали. Знаете почему? Чтобы потом не доказать. Чтобы потом, если кто-то сказал, вот вы написали, они скажут, да это дети написали, мы вообще не в курсах. Я считаю, что... Ладно, другие. Но я человек, у которого есть такая огромная аудитория. То есть я не буду поднимать такие вопросы. Все эти вопросы будут замалчиваться. О проблемах так и не узнаю, знаете, вверх и государства. Поэтому такие вопросы нужно поднимать. Тем более... Ну, блин, ребят, я сталкивалась. Сказать, что вот ты пожаловался, никто тебя не послушал, и все, замяли эту тему. Такого нету, ребят, в Азербайджане. То есть если ты жалуешься, если ты поднимаешь эту тему, то эти вопросы моментально решаются. Я думаю, что вы мне поможете репостами этого видео, чтобы видео набрало максимальное количество просмотров, чтобы поднять общественность. Я вообще всю жизнь была демагогом, и даже дело не в том, что, знаете, проблема касается конкретно моих интересов. Я была демагогом даже в таких ситуациях, когда я от этого, знаете, ничего не получала. Я работала помощником-директором, и каждый раз, когда к нам приходили новые консультанты, их нужно было закрепить за старым консультантом. Вот. И это нужно было, знаете, как делать? Например, существует 10 у нас консультантов. У нас было около 20 консультантов. Ну, в общем. И по очереди. То есть сначала первые закрепляем за одним. Ну, в общем, по очереди. Вы поняли меня, да? И вот за это консультант получал деньги как ментор. Да, я не знаю, как в России это называется. Ну, в общем. Вот так получается, что все хотят быть ментором, потому что за это они получают деньги. Плюс этот новенький консультант во всем помогает им. Выполняет их работы, протирает их полки. Ну, в общем, все мечтали стать менторами. А решал это все директор. У нас с директором были такие отношения, знаете, не то, что директор и подчиненная. То есть я всегда могла высказать свое мнение, когда-то иногда даже шла против него. Он узнал мой характер. И, в общем, ситуация такая. Несколько раз одному и тому же парню дает менторство. А другой бедный мужчина, которому 30 лет, который работает до сих пор продавцом, он лишается этой возможности. Вот. Там какие-то свои причины, но, в общем, не хочу я все говорить. И по идее, мне-то какая разница, кто ментор, кто нет. У меня своих дел по горлу. Я подняла, если честно, прям скандал. Я начала ругаться с директором, прям на очень высоких тонах из-за этого. Я всегда за справедливость. Я считаю, что каждый из нас должен быть таким. То есть меня это не касается, моя хата с краю, это со мной не прокатит. Я не люблю. Я, знаете, Дима Гог в таких вещах. Вот. Салат в разрезе. Очень вкусно, ребята. Кстати, украсила гирлянды, чтобы была такая новогодняя атмосфера. Сегодня рано встала. Убралась дома, столько все успела. Еще сегодня пойду на работу. Ой. Вот я говорю, да, когда нет работы, я чувствую себя какой-то, знаете, амебой, какой-то вот, ни о чем просто, да. Я ничего и не успеваю. А когда я на работе, у меня куча дел. Я еще хочу на танцы пойти. Представляете, я каждый день снимаю видео для Айка Эмили. Я работаю. У меня еще есть второй кулинарный канал. Видео, на которых нужно озвучивать, монтировать, сохранять и так далее. Вот. Я еще хочу пойти на танцы. Я считаю, что чем больше человек успевает, вернее, чем больше человек занят, тем больше успевает. просто вкусняша. Соседка недавно столкнулись, и она такая мне говорит, давно какой-то хотела у вас спросить, прям рядом живет соседка. Вот мой сын говорит, говорит, младшая, что вы ведущая. Я говорю, ведущая чего? А ее, говорит, около 55. У нее сын, ну, может, ему 25, так. Вот. И сын сказал, что я ведущая. Сейчас я скажу, ну, да, в какой-то степени я веду. Я стараюсь каждую минуточку свою посвящать ютубу. Я не знаю, вот, например, делаю ногти, у меня стоит телефон или ноутбук, лучше ноутбук. Я обожаю, когда на ноутбуке что-то смотрю. В общем, и начинаю смотреть каких-то блогеров, я дала себе слово, что я перестаю смотреть бьюти-блогеров. Я не знаю, как на вас, на меня они очень плохо влияют. В том плане, что я захожу, смотрю. Ой, господи, как это красиво. Что же за салат такой-то, а? Свести может с ума любого. Вот. Я когда смотрю бьюти-блогеров, я начинаю покупать косметику. Покупать косметику, которая совершенно мне не нужна. Вот вчера я посмотрела видео блогера, который купил косметику по супер-скидкам на бьюти-хом, и я думаю, надо, мне тоже надо. у меня никогда в жизни не было такого, чтобы румяна начали заканчиваться. То есть, хотя бы румяна была видна донышком. Я заказала там себе пять румян, но, блин, это не нужно мне, у меня есть. Кстати, новый тональный, как вам? Он такой плотный. Обычно я использую, знаете, такие биби-крема, легкие, флюиды, потому что у меня проблемная кожа, и кожа не дышит, когда вот такие плотные основы. Но этот революшн я заказывала с официального сайта, мне очень нравится покрывательная способность, но я боюсь, что у меня опять начнется сыпь, потому что плотная текстура. Так вот, сейчас вообще не об этом. о чем я хотела рассказать. В общем, я заполнила корзину всякими этими румяшками, хайлайтерами. Хайлайтеры этого, вообще моя болезнь. Если вы тоже бьюти-голик, напишите, пожалуйста, в комментариях, посмотрим, сколько нас. Оформила заказ, и так получилось, что у меня на карточке было меньше денег, чем мне нужно было. Я думаю, блин, может что-то удалить из колена, потом думаю, не, лучше пойду и положу деньги на счет, на карточку вернусь и делаю заказ. Мы что-то из дома пошла, и по дороге я так думаю, Айка, нужно тебе это или не нужно? Но по факту вообще не нужно. То есть я просто покупаю, чтобы потешить свое эго. у тебя есть тени, у тебя есть румяна. Успокаиваю себя. И в конце, когда пришла домой, я поняла, что эти покупки мне совершенно не нужны. И как вы думаете, купила я или нет? Правильно. Нет. А почему я бы не начала делать заказ? Потому что я посмотрела какого-то блогера, который показывал мою коллекцию румян. румяна. Я поняла, что нет румяна, мне нужны. Тем более на скидке. Я такой человек, я могу купить румяна какого-то, не знаю, голубого цвета, ну, к примеру, да, в кавычках. Если я увижу, что на них скидка в 70%, это все меня уже не остановить. И плюс с этими румянами я еще кучу всего куплю. А все почему? Потому что где я достану румяна за 70% скидкой? Честно, я вот понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это, ну, нецелесообразно и так далее, что я коплю и все такое. Но, блин, каждый раз я убиваю вот это желание в себе. В общем, как-то так. До конца, естественно, я съесть не смогла, но я съела три кусочка. Было очень вкусно, я реально наелась. Обожаю этот салат. Обязательно готовьте вы тоже, мне кажется, к новогоднему столу. Это будет просто украшение любого стола. Будет смотреться красиво и вкусно, вообще обалденно. Рецепт, как всегда, будет в инфобоксе. Заглядывайте обязательно, смотрите, подписывайтесь на мой канал iCook. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами была Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok